Всем привет! Новый влог, новая неделя начинается на улице Столбова. Сейчас вам её покажу. Это известная в Казани улица, где вдоль улицы идут такие спросовые заведения. Я сейчас иду на встречу с подругой. Специально вышла пораньше, попросила пораньше остановиться, не прямо около заведения, чтобы немножко прогуляться по Столбову и вам её показать. Иду в ЗУК, по-моему, вот в том доме. Так, ЗУКу я уже как-то снимала. Тут паназиатская кухня, мы обычно сюда приходим в кусочки роллы. Сейчас заходим. Так, мы думаем, что заказать. Алина выбирает роллы, она голодная, приехала. А я что-то не хочу роллы, хотя я обычно здесь беру груши-дичка. Вот сейчас покажу. Сейчас найду их. А, вот, ну, авторские классические роллы. Лосось, краб, груши-дичка. Самые вкусные роллы в Казани, я уже вам показывала. Но сейчас я хочу, как будто бы хочу том-ям. А есть, кстати, Алина, моя подруга, это не отвлекайся, читай. Она астролог, лучшая астролог в Казани, в рекламе не нуждается. И она неоднократно смотрела мою натальную карту. И у меня в натальной карте есть воздух, есть вода более чем хватает, земля. А огня очень мало, почти что нет, можно сказать. И она мне давала рекомендацию есть больше острого и горячего. Вот том-ям под эту рекомендацию прям супер попадает. Поэтому возьмем том-ям. Так, том-ямчик принесли. Сейчас будем оценивать. Я не помню, я очень давно в зуке ела том-ям. Я уж не помню, какой он на вкус. Точнее или нет. Так, мы переходим к десертам, заказали моти, моти-фисташ ко мне и термису. Как всегда, будет дележка, будем пробовать друг у друга. Можем себе это позволить. Короче, тут какой-то жесткий моти, я не знаю, так должно быть или нет. Но когда мы ели в прошлый раз с Алиной в Нью-Азии, это было в первом влоге, по-моему, оно было мягкое, что аж порвалось. А тут прям оно как мороженое. Пусть они уже режут. Не то, да, по-моему? Может, спросим? Короче, мы спросили, нам сказали, что они просто делают с такой подачей, с настоящим мороженым, не с маскарпоне, а прям настоящий моти. Летний вариант такой, да? Вот летом прикольно, в жару вот так вот есть. Ладно, вкусно, нормально. А то я сначала что-то бесанулась немножко. Так, сегодня моя смена, дежурить дома вместе с рабочим. Поэтому я пришла сейчас домой, приехали с утра, меня Адель привез, он поехал за какими-то материалами, которые нужны для рабочего. Вот такой вот у нас варьб тут в коридоре. Ванна стоит, кстати, мы ее до сих пор не продали. И еще тут раковина должна тоже где-то стоять, не знаю, пока стою ее. Ее тоже еще не продали. Остальные вещи, шкафчик и шкафчик с зеркалом Адель продал. Так, пока рабочий еще не пришел, хотела с вами посмотреть, что у нас тут происходит. Я сама еще, если честно, не видела. Так, ну он снял всю плитку, потолок. Кстати, не помню, говорила здесь или нет. Я задумывала, что мы будем делать потолок вообще без натяжного, просто серый. И сделать такое свисающее освещение. Но, как мы видим, это невозможно, потому что тут вот эта вся вентиляция, это будет некрасиво. Я думала, что он будет просто гладкий. Поэтому мы решили сделать все-таки натяжной потолок. Но освещение все равно будет, дай бог, такое, как я хотела. Красивое, не свисающее, немножко другое, но все равно, которое меня будет устраивать. Вот, он так тут локально что-то штукатурит, что ему нужно, где есть неровности. Вот здесь, например. Сегодня еще он будет где-то здесь достраивать короб. Вчерашний короб тоже он фактически почти достроил. Сегодня Адель еще дополнительный материал ему принесет. И здесь он сделал специальные отметки, где будут у нас ниши. Здесь в коробе. Здесь будет стоять ванная, здесь зеркало, раковина. Со шкафчиком, кстати, сегодня должен приехать мебельщик. И мы должны сегодня с ним окончательно определиться уже с плиткой. То есть не с плиткой. Сравнить с плиткой образец столешницы и образец цвета непосредственно шкафчика. Сравнить это все с плиткой, посмотреть точно ли подходит. И он уже сделает замеры здесь. Я, конечно, не понимаю, что он тут будет замерять. Потому что ни в ванной, ничего нет. Тут просто голая стена. Что тут замерять, я не пойму. Мы уже сделали примерные мерки, им сказали. Не знаю, что он тут будет замерять. Ну ладно, бог с ним, пусть замеряет. Ну вот. В принципе, пока все. Плитку, наверное, он будет только завтра класть. Так, та самая распаковка, которую я на самом деле хотела распаковать еще в прошлом влоге. Но, в общем, мы забрали ее только на днях. Поэтому не успела в прошлый раз видео ее распаковать. Это инвентарь для лучшей, более качественной съемки видео на YouTube. Это штатив, микрофон и еще что-то. Если честно, я не помню, что это такое. У меня есть даже подозрение, что это что-то лишнее положили. Потому что забирала Дель, я не знаю, что это такое. Может, там что-то косметическое. Но я не помню, я как будто ничего не заказывала. Может быть, я уже забыла. С моим шипкализмом такое возможно. Достаем. Тут очень много разных деталей. Вот, например, пульт. Мне кажется, что он мне вообще не пригодится. Ну, хотя, кто знает. Если честно, я вот это вот, оно как-то через Bluetooth или как-то подключается. Я даже не знаю, буду ли я им пользоваться, в общем. А вот этим всем я 100% буду пользоваться. Это специальное крепление для телефона. Потому что я снимаю на телефон, и мне оно нужно. Я, когда выбирала штатир, я выбирала по принципу того, что нужный размер. Это, насколько я помню, прям большой. Два метра, что ли. Я сначала хотела где-то метр шестьдесят, чтобы было метр шестьдесят четыре. Ну, на уровне. Я сначала хотела... Я хотела сначала по высоте метр шестьдесят четыре, по-моему. Но потом подумала, вдруг я захочу себе стоя заснять, а у меня рост метр семьдесят. Наверное, надо побольше. А побольше там уже идёт от двух метров. Вот поэтому я взяла максимальная высота два и один. Ну, и я выбирала, чтобы были крепления для телефона. Потому что там есть такие, которые без креплений. Надо эти не заказывать. Поэтому взяла сразу с креплением. Так, мы снимаем упаковку. Это вот такой вот микрофончик. Сейчас всё достану. Нет, одной рукой не получится. Сейчас покажу уже, когда достану. Та-дам! Открываем. В общем, вот такой вот микрофончик. На самом деле, я увидела подобный у девушки, которая снимает мне рилсы. Кстати, как мы снимали рилсы, можно видеть в прошлом влоге. Если вдруг вы как-то пропустили прошлый влог, о том, как мы курьёзно снимали рилсы, удалённые, случайным образом потерянные, посмотрите этот влог тоже. В общем, вот как раз такой микрофон мы используем при съёмке. Ну, не точно-точно такой марки. Я не спрашивала, у неё какой марки он использует. Но очень похож. Он тоже такой на такой вот закрепке. и с таким же креплением. Я не знаю, как это назвать. Ну, в общем, он тоже с такой штукой, которая подключается к телефону, и, соответственно, на этот телефон записывается звук. Раз-раз, не обращайте внимания на беспорядок сзади, там у меня вся ванная. Просто пока проверяем микрофон. Я его не крепила, держу в руках, но проверим звук с вами. Так, мы будем открывать третью упаковку. Я, честно, не помню, что это такое. Неужели реально я дошла до того, что я заказываю, и уже не помню, что я заказываю. Сейчас откроем, посмотрим. Так, ну я уже открыла третью вещь, которая мне пришла. Нет, это не какая-то случайно попавшаяся мне вещь. Это то, что я реально заказывала. Я просто забыла, вот до чего мой шипокализм уже дошёл. Я реально забываю о вещах, которые я заказала. Это аромодиффузор. Я его заказала на работу, потому что мой... По пустым баночкам тоже вы могли это помнить. Мой закончился, и мне нужно было новое что-то. Новое что-нибудь такое ароматненькое на работу. Сейчас откроем, посмотрим, как он мне по запаху. Потому что чисто по отзывам, наугад, по нотам, по описанию заказывала. Так, я решила сейчас его не открывать. По запаху ничего не понятно в закрытом виде. Но если я его открою, я уже его герметично не закрою. Мне нужно его довести до работы. Поэтому не сегодня. Ну, это тоже ничего прикольного. Такой, посмотри, по-моему, смотрите. Вот это, по-моему. Ну, с обратной стороны. Ну, вот так будет. Красиво, да? Ну, и так. Короче, сейчас приезжал мебельщик. Где-то, наверное, час мы стояли в коридоре. Там вонь несусветная. Просто адская вонь. Потому что достали унитаз. Там трубы воняет, канализация. Как-то запах пота, пыли. Короче, вообще ужас просто. Мозговой штурм. Потому что мы вообще абсолютно пересчитывали все сантиметры, высота, ширина. Все. Вот этих полок. Этого шкафчика, в общем, под раковину. Вообще все пересчитывали. Все поменялось. Выбрали другую столешницу. Потому что того варианта, который мы сейчас выбрали, не было изначально в магазине. Ну, по крайней мере, нам его не показали. Мне он больше понравился. Он более глянцевый. Я хотела глянцевый. Чтобы он был похож больше на глянцевый гранитную плиту. И... Ну, я, конечно, немножко расстроилась. Во-первых, из-за того, что этот шкафчик не получится таким длинным, как мы хотели. Из-за того, что он у нас просто не помещается, иначе мы не сможем открыть шкафчик. Потому что он будет у нас упираться в унитаз. И, во-вторых, это то, что сроки, он сейчас сказал, ну, будет где-то месяц готовиться. Когда в магазине нам говорили, две-три недели, ну, три недели уж максимум. Он говорит, ну, может, три недели. Я говорю, можно как-то... Какой неприятный звук. Я говорю, можно как-то повлиять на скорость работы? Он такой, ну, нет, только быстрее заказывать. Короче, такие пироги. Я просто... Что меня расстраивает, то, что... Говорит, ну, у вас же еще ремонт идет. Сейчас еще плитку будут класть. Ну, блин, плитку уже не три недели будут, не месяц класть. Поэтому будет грустно, когда уже плитка будет лежать. Все уже будет стоять, ванна будет стоять. Сейчас сантехника все стоять. Уже придет раковина, потому что мы ее будем заказывать. Сезон, а это там по времени совсем быстро. И не будет раковины. И не будет... Ну, вот это все конструкции. Я имею в виду, что раковина не будет стоять на полке. На шкафчике на этом. Ну, короче, самое главное, помыть руки. Ну, будем мыть руки. Значит, в ванной комнате какое-то время, я так думаю. В общем, это немножко меня расстроило, что сроки еще дольше, чем предполагалось. Так, условия полевые. И все закрыто. Ну, в Деле приехали родители из Таиланда и привезли. Драгонфрут и другие фрукты. Сейчас мы будем такой перекус себе устраивать. Перекус оленочек. Ну, ремонт во все идет. Вот, пришел мебельщик, потом пришел электрик, а потом пришел курьер золотого яблока. И принес мне мой заказик, который я сегодня заказала. Но, наверное, чуть попозже сделаю распаковку. Сейчас пока я поеду в кофейню, встречусь с подружкой. И тут такое дело, я не знаю, насколько адекватно это говорить. Тут нет унитаза, его сняли, а мой мочевой пузырь не железный. Поэтому я срочно сбегаю из дома. Так, мы приехали в кофейню. Ты рассказала, что бедное тело, а псих и цужи. Вот сейчас первым делом, первым делом идем к туалету. Ничего страшного. В общем, мы уже заказали. Короче, мы поменялись ролями. Я Алину, сейчас она запишу на волосики. Короче, что хотели сказать мы. Алиса уже съела половину, что в кофейне ничего не меняется. Что-то вечно, что-то стабильное в этой жизни. Все очень меняется, все скоротечно. Но в кофейне, что вот 8-9 лет назад я смотрела фотографии. Мы тут сидели с отелями. Я сюда приезжала, еще жила в другом районе. И все было ровно одинаково. Те же растения, те же сиденья, те же кресла, столы вообще. Ну вот ты говоришь, что материал хороший. В общем, столы все, например, заюзаны. Уже конкретно уставшие. Ну вот 9 лет, это тебе не шутки. Срок. Срок, 9 лет. Ну в общем, люди стареют, взрослеют, рождаются новые люди. В кофейне все по-прежнему. И все равно спрос есть. Народа полно. Но тут есть, в общем-то, своя атмосфера. Потому что бомбинатская, что такое? Типа поэтому народ есть? Бомжарская? Ну, типа цены ли такие? Ну, цены приятные. Хотя, не знаю, мне кажется, такие же. Хотя обычные, да. Везде, да. Так, я ненадолго заехала домой. Я, может быть, сейчас не суперэффектная в кадре. Но хочу быстро, пока есть время, записать для вас распаковку из золотого яблока сегодня в том числе. Потому что завтра это уже все уедет на работу. И мне уже будет некогда, а вам показать средства хочется. Это все я заказала срочно, быстрой доставкой курьерской. Потому что мне это нужно завтра к началу моего базового курса профизажист. У меня резко закончилось на работе несколько продуктов, которые непосредственно мне в работе нужны. И поэтому я их срочным образом заказала. Давайте смотреть, что там. Во-первых, это гиалуроновый тоник. Это тонер даже, он более концентрированный, чем тоник. Как мы знаем, от корейской фирмы Secret Key. Я уже не раз для работы этот тоник покупала. Мне он нравится, такой базовый увлажняющий тоник, который точно не вызовет никаких раздражений. Просто он хорошо увлажняет. После мицеллярки проходится, очищает кожу. И готовит кожу к следующему этапу увлажнения. Далее, мицеллярка. Мицеллярка это марка Ecolatier. Первый раз ее заказываю, просто не приглянулась. Минималистичная упаковка. Средний ценовой сегмент. И она с экстрактом чая, мачи и бамбука. Увлажнялка с экстрактом, не с экстрактом, а с гиалуроновой кислотой. Icon Skin. Это марка, по-моему, недавно на платформе Золотого Яблока. Просто меня устроила характеристика этого крема, характеристики его и ценовая политика. Это такой альтернативный вариантик к разным кремам, более тяжелым, обычным гиалуроновым кремам. Они такие более легкие и они приглаживают какие-то шелушения на коже, что в работе моей с клиентом очень важно. И последний продукт, это не для моей работы, а заказала для мамы. Это тушь от Darling Lash Cocon, которая называется. Это тушь, знаменитая она тем, что она смывается теплой горячей водой. Сразу такими прям чулочками резиновыми сходят с ресниц. Ее не надо там что-то долго тереть какими-то умывалками, маслами. Просто теплая горячая вода и она сходит с ваших ресниц. И еще ее огромный плюс, что она не сыпется, не размазывается, но она не дает драматичный взгляд каких-то супер толстых длинных ресниц. Очень натуральный эффект, но зато стойкая, голодостойкая и легко снимается. Я ее взяла для мамы, потому что ей она тоже очень понравилась. Она попробовала ее у меня и вот я сказала для нее. Так, у меня утреннее включение. Мы по-прежнему живем у мамы, поэтому я тут в такой локации маминой. Типичный, кто смотрит мои влоги, уже узнает это место. В общем, это я не психбольная, не городская сумасшедшая. Это просто я надела сразу для тренировки лосины, вот эти вот велосипедки. И сверху надела боди. Я его, естественно, перед тренировкой сниму, надену топик. А сейчас сюда я надену джинсы. Просто я пока тут еще в процессе сборов еще не накрасилась до конца. Ой, какой у меня тут пресс. Вот так вот. Я люблю, когда освещение сбоку не на лицо, да, потому что на лицо это обычно некрасиво. А когда пресс фоткаешь, освещение сбоку очень даже кстати. Как много делает ракурс и освещение. Что я хотела сказать. Я тут сейчас крашусь, собираюсь. Сегодня день маникюра. Я прям помню этот влог. Наверное, три недели назад он как раз вышел. Когда я тут же у мамы собиралась на маникюр. Рассказывала вам, что я хочу отрастить ногти. Хочу сделать черный маникюр. Тогда у меня еще был френч. И какая у меня потом уже в этом же влоге перипетия случилась с мастером маникюра. Как она меня вымесила. Больше в этот салон я не пойду. Хоть виноват не салон, а локальный мастер. Поведение мастера. Ну что-то у меня уже тут настроение отбилось. Поэтому сегодня пойду в новый салон, где я еще никогда не была. Но до этого у меня еще будет пилатес. Поэтому я сегодня такая городская сумасшедшая. Поэтому я сейчас собираюсь, накрашусь, переделываю волосы, расчешу что-нибудь, сделаю с головой. И поеду на пилатес. Потом обедик. Блин, я вот так вот стою, у меня какие-то складки нарисовываются. Все, все, сейчас встану по модельному. Короче, будет пилатес. Потом короткий обед. И потом на маникюр в новый салон. У меня очень большие планы на сегодняшний маник. Я наконец-то буду менять форму. Вы сейчас можете видеть, что у меня форма такой квадрат. Эта форма не идет мне, потому что у меня ногти, когда отрастают, вот можете видеть, они скругляются. То есть они заворачиваются внутрь. И так быть не должно. Мне больше пойдет овал. Поэтому я буду их делать овальными. Вот как раз прошло три недели. Можете видеть, как ногти отросли. Мне не понравилось, как у меня держался в этот раз гель. Сейчас покажу на другой руке. Так. Вот видите, да? Тут у меня ноготь на среднем пальце. Фокус. Фокус. Обломался. Он уже стал круглым, можно сказать, с одной стороны. И вообще в течение всей носки. Вот здесь вот уголки немножечко крошились, обламывались. Я их вечно подпиливала. И меня он уже стал бесить, этот маникюр. Поэтому сегодня сделаем, надеюсь, сделаем, если я найду тот цвет, который мне обычно нравится. Красный такой, больше в коралловый, уходящий. Яркий красный с закруглением. Вот. Ну, не могу сейчас показать. Ну, короче, вот такие вот. Такие вот ногти закругленные. Типа миндаль, но, наверное, чуть более овальный. Ладно. Я собираюсь, одеваюсь. И уже встретимся на Пилатесе. Так, мое стандартное видео с Пилатеса. Так. Что такое? Спатья. А, надо было просто открыть. Не обязательно было закрывать. Да, перед этим. Короче, все, быстренько переодеваюсь. Потому что у меня уже через минуту начинается занятие. Все, время 12. Я побежала, взяла зарядник с наушниками, потому что мне их надо зарядить. Надеюсь, там в зале есть розетки. Пойдем. Здрасте. Здрасте. Заходим. И все, глазами розетку. Ее пока не вижу. Хорошо. Так, все, я занималась. Мне прямо сейчас так хорошо в спине. Я прям чувствую, как у меня спина вытянулась. Мне этого очень не хватало. Последние дни мне прям хотелось размяться, что-то потянуть. И сейчас очень такое классное состояние в теле. Мышцы в тонусе. У меня сегодня прям такая закачка рук была мощная. На Пилатесе. И в то же время все тело расслаблено. Никаких блоков. Все, мне сейчас надо уже быстрее переодеться. Я уже вызвала такси. Мне сейчас надо очень быстро доехать до другой смородины. И быстро пообедить. И у меня будет маникюр. Так, выходим на улицу. Все, снова зима началась. Все туда. Я должна найти сейчас машинку. Пока вам расскажу, что я еду. Сейчас не в ту смородину, в которой обычно я хожу. И здесь поедушку. А подальше. Потому что в обычной не было места. Мне нужно быстро пообедать. Так, я вышла из такси пораньше. Чтобы он тут не крутился. Мне, по сути, надо вот сюда. На маник. Но я сейчас добегу. За углом там будет смородина. Тут, конечно, прилично бежать. Нам раньше сегодня такой теплый день. Хоть снежок. Кстати, я живу в том оранжевом доме. Здесь вот эти желтые заканчиваются. Там вдалеке виднеется оранжевый. Это мой дом. По сути, здесь можно и пешком до сюда дойти. С дома. Но тут нету перехода нигде. Переход идти очень далеко в ту сторону. Поэтому я все равно обычно еду на такси. Сейчас вместе с вами добежим. До смородины. Кстати, вот сюда. Я ведь не путаю дверь? Да, вот сюда или вот сюда. Не помню. Я хожу на перманент. Да, по-моему, прошла дверь. Я пришла. Ну, как хожу? Я так сказала, хожу. Как будто я туда каждую неделю хожу. Нет уж. Пару раз в год или даже раз в год. Три раза, в общем, в этой жизни я была там на перманенте. И каждый раз я оттуда выхожу. С такими чернющими бровями. Потому что, сами помните, видели, наверное, мой блог. Какая была реабилитация. После перманента ходила с широченными бровями. Зато потом через неделю красота нереальная. Я сейчас очень довольна своими бровями. Блин, это так как-то прилично идти. Я что-то не рассчитала. Но зато таксист меня вспомнит добрым словом. Хорошую оценочку, наверное, мне поставят. Что я такая добрая разрешила ему не ехать до конца. Потому что тут, короче, машины едут навстречу очень узко. И они бы не разъехались. Мы бы сейчас еще полчаса тут стояли, разъезжались. А мне надо очень быстро. Себя-то же покажу. Пока тут нет людей. Мне надо очень быстро сейчас что-нибудь есть. Пообедать. Сморозим. Может супчик какой-нибудь возьмем. Не знаю. Посмотрим, что там есть. Там, я не помню, там очень что-нибудь кроме завтрака есть или нет. Вот. И побегу на ногти. У меня уже ногти меньше, чем... Где-то через 45 минут у меня маникюр. Ну ладно, 45 минут есть, в принципе. Заходим. Кстати, это смородина. Самая новая. У нас в Казани из всех смородин. Я тут первый раз. Сейчас разденусь. Так, все я сделала в смородине. Тут, кстати, такой интерьерчик постильнее, мне кажется, чем у других смородин. И тут очень просто. Сейчас покажем на 0,5. В общем, я просила меня посоветовать, какой суп взять. Мне посоветовали овощной. Возьму овощной. Я долго не думаю, потому что времени у меня нет. Просто хочу поесть что-нибудь такое легкое, типа супа. Ну и мачо взяла, попросила стаканчики с собой. Ее, если не успею здесь допить, допью по пути или там уже на манике. Ой, тут, кстати, блинчики были. На блинчики уже как будто бы не хочется. Всю прошлую неделю мы масляничную ели блины. Так, так мой сынчик пришел. Вот где-то очень красиво. Солнце с нами есть. Мачо и побежали на маникюр. Спасибо. Спасибо. Короче, там уж не стало снимать с комментарием о ногтях. Я вообще более чем довольна. Просто роскошь. Это прям такая форма, как я хотела. И цвет идеальный. Все супер. У меня прям настроение огонь. Тут у нас вайп-ремонт. Полуговая дыр. Разруха. Идем в комнату. Так, работа сегодня у рабочего закончилась. Итого, за сегодняшний день вот эта одна стена, да, появилась, получается? Угу. Вчера... А, ну вот он чуть-чуть доложил полы вчера, потому что уже вот эта вся... Положить. Для чего? Чтобы закрыть это пространство, чтобы плитку не резать? Ну, кусочек. В смысле, ты, получается, мы утолщим, утолщим вот эту штуку, да? Два слоя на гипс-картоне. Ну ладно, это дешевле получится, чем плитку резать. Причем не все это. Чтобы пороги раздирать. Так, у меня сегодня уже закончился рабочий день. Мы даже встретились с подружкой, посидели, обедали. У меня бывает иногда такой момент, что я забываю, что я в этой YouTube-блоке, что мне надо что-то снимать. Поэтому я забыла. И вот сейчас вот мы уже перешли, переместились в серф. Я тут попила бамбу, у меня уже пустой стаканчик, ручу-верчу, рука. И она уехала, а я осталась. Я сейчас все как-то посижу, допить копию, подключаю клиентов и потом уже поеду к маме. Ну, короче, все, они должны были идти на хоккей. А дальше вчера пытался купить билеты, но там произошел какой-то грудь на сайте, где купались билеты от БЭТС. И списались деньги, даже два раза списались деньги, но билеты мне оплатились. И так произошло в большинстве вас, и многие не знают, в чем дело, но в общем так и не пушилось в предприятиях. Поэтому мы сегодня не идем на хоккей. Так, сейчас будет не запланированная распаковка, анпакинг магазина из... Анпакинг магазина натуральных товаров, там всякой ПП еда. В общем, я пошла туда, потому что я хочу начать пить натощак масла. Сейчас расскажу эту историю. Я вчера наткнулась на профи девочки в Инстаграме, которые советуют пить натощак масло и лимонный сок. Один к одному смешивать. В общем, это очень полезно, по сути, это чистая омега. И главное, чтобы масло было холодного отжима. И, в общем, там очень много хороших отзывов на такой, в общем, ритуал утренний. Я пошла, я признала, что там в этом магазине представлены такие масла холодного отжима, я их видела уже, засматривалась на них. Ну, думала, там купить, там, салат заправлять. Потому что такими маслами, в принципе, и салат заправлять можно. В общем, я выбрала масло зародыши пшеницы. Тут не видно, какая цена. Сколько? 360. Ну, в общем, оптимальная цена. Вроде всё по стандартам, в плане того, что тёмное стекло, не пластик. Но остальные масла там были порядком. Ну, нет, не все порядком дороже. Были примерно плюс-минус такие же. Или же прям вообще там полторы тысячи. Я думаю, ну, блин, ещё не факт, что эта привычка приживётся. Поэтому, пожалуйста, не так дорого. Начнём с 360 рублей. Вот. Плюс не факт, что мне вкус понравится. Вдруг это будет мерзость, которую я не смогу пить. Ну, я на собой издеваться уж не буду. Наверное. А, кстати, мы эту привычку начинаем с подружкой. Мы с ней договорились, что она тоже купит. И мы начнём с ней вместе, чтобы смотреть динамику. Там ещё у девушки очень круто улучшилась кожа с помощью этой привычки. Посмотрим, как наша кожа будет на это влиять. Ну, я не могу сказать, что у меня какие-то сейчас серьёзные проблемы с кожей. Моя кожа и так. Тьфу-тьфу-тьфу. За последнее время стал гораздо лучше, чем была раньше. Но всё равно нет предела совершенству. Ну, естественно, я не могла уйти с одной покупкой. И, естественно, я набрала там ещё каких-то вкусняшек. Ну, во-первых, хлеб. Вкусняшка главная вкусняшка. Это у меня мама просто попросила, чтобы я ещё купила хлеб. Я не хотела идти куда-нибудь там в Пятёрку заходить, в Магнит, в Перекрёсток. Я решила, что... Ладно, раз уж то и тут. Этот магазин находился в переходе метро. Поэтому я нашла до метро. Тут рядышком, в принципе, 10 минут от мамы. И взяла вот этот гречишный хлеб. Он, по-моему, если я не ошибаюсь, абсолютно безглютеновый. Да, безглютеновый. И состав, смотрите. Сейчас покажу поближе. Пророщенная зелёная гречка. Кукурузно-рисовая закваска. Завказка написано. Замечательная завказка. Соль. Всё, больше ничего нет. Ну, прям супер-пп. Кстати, что хотела сказать. Я как-то была на очень правильном питании. Не для того, чтобы скорректировать там свою фигуру, а потому что я велась у одного врача, который очень там жёстко контролирует питание. Плюс у меня там был момент, когда мне нужно было соблюдать протокол питания. Очень жёсткий. И там нельзя было практически ничего. И вот тогда, я помню, я покупала вот такие хлеба, у которых чистейший состав, без всяких дрожжей, глютенов и прочего. Ну, что я взяла из вкусняшек, да? Сейчас покажу. Сейчас уберу вот этот страшный чёрный пакет. Кстати, как тяжело избавиться от пакета. Я очень люблю вот эти бананчики сушёные. У меня когда-то была просто зависимость от этих бананчиков. Я просто покупала их постоянно. Сначала я покупала их в таких натуральных магазинах, потом моя Двоника, бабушка моя получается, в Татарстане, кто не знает, бабушка называет Двоникой, чтобы было понятно, когда я буду её упоминать. Она просекла эту фишку, что я постоянно покупаю. Естественно, она ищет более удешевлённые варианты. Она мне потом на рынке просто тоннами скупала. Она просто скупила все ларьки, где продавались вот эти бананы, в каких-то очень огромных масштабах. Потому что там они были дешевле. И я их просто... Ими объедалась. И когда-то я их просто переела, и они мне надоели. И всё, просто в один момент я перестала их есть. А сейчас я их увидела, подумала, что я снова хочу, потому что, может быть, вечером будем какой-нибудь фильм смотреть. Или ещё что-нибудь вместо чипсов, да? И я очень люблю арахис вот в такой хрустящей кокосовой глазурь. Это тоже прям моя любовь. Как раз вот я вот эти две вещи, я помню, в тот период ела очень много. Это был ещё институтский, по-моему, период. Я прям помню, заходила в Эдельвейс между парами и покупала вот пачку таких бананов и вот этого арахиса в кокосовой глазурь. И мы на парах или между пар их ели. Вот такой анпакинг. Короче, кринж-ситуация. У меня на транспортную карту моего брата положили слишком много денег, не рассчитали. Думали, что это будет неограничено по времени. Оказывается, что эти деньги нужно стратить за месяц. Поэтому их нужно собрать обратно. Для этого мне нужно писать заявление. Короче, офис этой организации транспортной сидит в соседнем от моей работы здании. Оказывается, моя работа в соседнем здании, там, в жёлтом. А мне поручили зайти сюда, поэтому я до работы пораньше приехала с документами. Поэтому сейчас пойдём. Надеюсь, что будет быстро. Если тогда будет очередь, я никуда не пойду. Входим, я всё сделала. Посмотрите на обложку моего паспорта. Мне кажется, когда взрослые люди видят такие обложки, они думают, что у меня они все дома. В общей сумме минут пять я была в их кабинете, там никакой очереди не было. Просто меня попросили заполнить ещё одно заявление. Мама, конечно, сказала, тебе ничего не надо будет делать. Сейчас я покажу себя. Блин, у меня сейчас паспорт не вывалился. Мама говорит, ничего не надо. Уже я всё за тебя заполнила. Только принеси, отдай, всё, там минута. В итоге мне сказали, вообще одно заявление надо заполнять. А да, я заполнила. Всё, я уже на работу поднялась. Видите, как быстро. Так, на кассе золотого яблока нам с мамой поручили ответственное задание Камиле, моему младшему брату, в институт. В тот момент, когда я понимаю, что он меня прибьёт, когда будет смотреть мой блог, что я назвала его имя. Короче, в институт девочкам купить подарки. Вот, покупаем сейчас, пятируем девочкам в группе крема для тела, ещё масочки купим тканевые. Да, всё, пять? Да. Всё, пошли за масками. Мы стоим в очереди, очереди, конечно, перед 8 марта уже просто трэш. Хотя сегодня ещё, по-моему, какое, пятое число, даже четвёртое число, четвёртое, по-моему, что будет седьмого числа. Как-то мне выпала честь прийти в золотую, я бы, повезло, как-то число седьмого, что ли. Это был ад. Так, купили мы подарочки, сейчас идём в интимисиме, у меня лежит сертификат на пять тысяч в интимисиме. Я каждый раз захожу и жду, пока что-то нормальное стою, захочу, там появится. И всё, короче, не появляется. Сейчас посмотрим, может быть, что-нибудь мне приглянётся. Ну что, из примерочной уж вещать не стала, там, потому что такой контент не для Ютуба, я не хочу отметку 18+, поэтому просто вам здесь покажу, что в пакетике, да, лучше дома сниму распаковку, покажу вам, какое красивое бельишко я себе прикупила. Мы намотали три круга по второму этажу, потому что это искали с инсей, с домашней утварью всякой, оказывается, называется сил. Например, такая штучка есть для белья, складная, мне кажется, вообще очень удобно. Мы, кстати, ещё над такими деталями не думали, потому что ванна ещё в процессе ремонта, потом уже будем искать всякие корзины для белья и прочее. Вообще не факт, что она нам нужна, мы всегда бросаем сразу в стиралку. Подушечки, кстати, прикольные. Мне нравятся такие на диванчик кинуть. Очень симпатичный вариант. Вообще нам очень понравилось, как пахнут вот эти свечи. А, нет, не эти, а вот эти как арпайн, темно-зелёные, они прямо тоже приедут. Ну да, эти тоже приятно, но чёрные вообще, о, чёрные горы, зелёные, они прям пахнут хвоей какой-то. А, вон, смотри, есть ещё кашемир пачуля. Ты нюхала её? Давай по нюху. Давай. Вот это? Да, кашемир пачули. Открывай. Не, мне нравится, кстати, прикольно. Прям такой роскошный парфюм. Мне очень понравилось. Ну и, конечно, чашки. Очень классные. У меня как раз подружка такие купила себе домой. Я у неё в сторис увидела, поэтому мы всё, собственно, и пришли с мамой. 159 рублей всего лишь чашка. Так, мы уже в Козе Хоум. Мама выбирает подарок 8 марта маме Адейли с видеаромодиффузором. Я не знаю, Вот этот вот, четвёртый, мне понравился позавтрак. Нежненький. Всё, идём дальше. Постелись к машине, чтобы оставить вещи, но это ещё не конец. У меня, если честно, уже отваливаются ноги, просто я очень устала, я не привыкла столько ходить. Особенно по магазинам, я вообще терпеть не могу ходить по магазинам. И мы сейчас должны выйти с парковки, найти выход и пойдём, дойдём до одного магазина. Там вам тоже покажу, что будет. Короче, около Казань Мола есть магазин с витаминами. И мы, когда едем с витаминами, я, наверное, ору сейчас, просто тут очень шумно по дороге, когда нам нужны витамины, мы всегда после Казань Мола идём туда пешком, потому что тут прям два шага. Только тут сейчас что-то перекрыли. Тут падает снег, что ли, или в чём дело? Класс. Короче, сейчас зайдём, покажу, что там. Так, мы дошли, погода, конечно, очень мерзость полнейшая, под ногами месиво, свет летит. Давай, заходим. Так, тут, кстати, не только витамины, а всякие пупышные вкусняшки. Ой, шнурок себе наступил. Даже косметоз есть. Но мы только замазуем, пришли, сейчас вот что-то пройдёт, мы купим. Ну, это пока косметозик с мамой смотрели, просмотрели сусторат. Как раз, я думала, что на 8 марта подарить двойники. Вот. Для бабушек идеально, мне кажется, нужно, более суставе. И для Адели. Адели тоже будет актуально. Так, вот мы и дома. Сейчас будет обещанная распаковка покупок из интимиссии. Сразу показываю ценник. Получилось 6200, комплект белья. Итак, поехали. Распаковываем. Я хотела что-то красивое, что-то такое необычное, интересненькое. И тут мне приглянулось гринишко с таким бантиком. Он съёмный, если что, этот бантик. То есть, если будет какая-то облегающая одежда, где он будет некрасиво смотреться, выпирать, то, естественно, его можно снять. Но мне очень понравилось вот это интересное кружево с бантиками. Вообще, кружево очень красивое. Поверьте на слово, на фигуре, на теле это смотрится тоже великолепно. И, кстати, трусики тоже комплект. И сзади у них тоже такой же бантик, вот этот шёлковый. Ну, естественно, тоже съёмный. Я взяла, кстати, модель трусиков бразильяна. Не знаю, насколько на ютубе уместно это всё комментировать, но я люблю трусы бразильяна. Я всякие классические трусы вообще не переношу. Мне кажется, некрасиво перетягивают заднюю точку и уродуют фигуру. Поэтому я всегда за бразильяна. В общем, вот такой вот комплектик. Порадовала я себя перед 8 марта и очень этому рада. и уродут фигуру. И уродут фигуру.